Друзья, привет! Друзья, привет! И вообще я вам скажу, что для туристического посещения городов очень прикольно брать с собой велосипед, потому что вы можете посмотреть гораздо большее количество всяких достопримечательностей и при этом не перенапрягать себя хождениями по 30 километров. Потому что все мы знаем, да, прошел 30-ку за день с утра до поздней ночи, а на следующий день ноги горят. Велосипед, конечно, вам в помощь, да и мне. Так вот, был я в Коломне, покатался. Скоро, кстати, выпуск. Друзья, ну вот я приехал и сразу же опять к больной велосипедной теме в Москве и Московской области. Я сейчас нахожусь на очень интересном месте. Кто не знает, вот это здание, это здание правительства Московской области. То есть, здесь находится губернатор. Почему я здесь? Ну, естественно, это главное здание Московской области. И здесь все должно быть образцово-показательное. В принципе, так и есть. Возле здания прям велодорожечки. Все классно. Дальше идет Вегас, торговый центр с мостом. Классно все очень. В самом районе здесь дальше Павшинская пойма. Это Красногорск. Кто не знает, Красногорск, он как бы примыкает к Москве. То есть, вы можете выехать из Москвы и въехать в Красногорск. Выехать из Красногорска и въехать обратно в Москву. В самой Павшинской пойме, это вот здесь райончик, тоже есть велодорожки. Но это не совсем велодорожки. Я это называю такими как бы фальш-велодорожками. Потому что они расположены на тротуарах. Все-таки реальная велодорожка должна быть на дороге. Что такое велодорожка и что она подразумевает собой? Велодорожка прежде всего, она должна быть как безопасная, так и она должна выполнять функцию передвижения. Из пункта А в пункт Б. Если вот мы посмотрим на велодорожку здесь, прям возле здания администрации, здесь все правильно. Есть полосы для автомобилей и рядом идут полосы для велосипедов, где вы можете разогнаться и ехать. Если же мы смотрим на велодорожки внутри микрорайона, то эти велодорожки находятся на тротуарах. И естественно, вы можете представить, что такое ехать на велосипеде по велодорожке, начерченной на тротуаре. Во-первых, по ним постоянно ходят люди. Соответственно, разогнаться как-то вы не можете. Средняя скорость на велосипеде 10-15 км в час. А это не быстро для велосипеда. Потому что в реале, если вы будете ехать быстрее, то вы просто можете кого-то сбить. Потому что постоянно кто-то выходит на эту фальш-велодорожку. Также по тротуарам, естественно, катаются дети. Дети катаются на самокатах, что опять же создает риск как для вашего передвижения, так и для детей, которые выезжают на эти велодорожки. Поэтому эти так называемые велодорожки на тротуарах, это все, ребята, формальность. Потому что по сути их нужно, во-первых, как-то отделять от тротуара, чтобы отдельно ходили пешеходы и отдельно люди ездили по велодорожкам на велосипедах. Все-таки это не совсем то, что нужно ждать от велодорожки. Велодорожка внутри микрорайона, она выполняет какую-то функцию для внутреннего передвижения на велосипеде. Но функция велодорожки – это прежде всего соединение микрорайонов. Не то, чтобы они были внутри района, а чтобы они соединяли микрорайоны. Соответственно, если у вас есть велодорожки, которые соединяют микрорайоны между собой, то вы можете перемещаться не просто внутри райончика, а вы можете перемещаться уже по городу конкретно. В нашем с вами случае, если я хочу уехать куда-то из своего района на велосипеде, я буду ехать по проезжей части или по тротуарам. И тут уже велодорожек нет. А это риск дополнительный, ну и, конечно же, недовольство автомобилистов. Еще есть очень важный момент при использовании велодорожек. Фальш велодорожки, созданные внутри микрорайонов – это, конечно, уже как бы шаг в положительную сторону, но при этом жители также должны понимать, для чего эти велодорожки создаются. Они создаются прежде всего для перемещения на велосипедах и самокатах, ну, какой-то двухколесной технике. Соответственно, пешеходы должны эти вещи понимать и они должны все-таки использовать для ходьбы тротуар, нежели вот эту созданную на тротуаре велодорожку. Потому что пока что у нас велосипедистов не очень много. Их вообще ничтожно мало, если сравнивать с другими странами. Если бы по этим велодорожкам каталось бы не один велосипедист в минуту, а если бы проезжал бы там хотя бы один велосипедист каждые 10 секунд, то всех людей, которые ходят по этим велодорожкам, их бы просто-напросто сбили бы. Поэтому должна быть культура, должна вырабатываться культура движения по тротуарам, движения по этим велодорожкам, пока ее нет. И что как бы самое интересное, скажем так, для меня немножко непонятное, что я как наблюдал такую ситуацию год назад, я наблюдал такую ситуацию два года назад, и она наблюдается сейчас. То есть пока что люди как бы не готовы. Ну как бы они готовы, но не до конца. Очень многие еще не готовы и не понимают, что это все-таки такое. От теории к практике. Давайте с вами попробуем выехать из Красногорска и доехать до ближайшей Москвы. А она у нас уже практически через 500 метров. Давайте попробуем выехать и посмотрим, как на деле у нас, что будет с велодорожками. Как мы будем с вами ехать. Я, ребята, часто когда катаюсь на велосипеде, я катаюсь на велосипеде достаточно часто, я использую МЦД. Ну это как бы, кто не знает, это как метро. Ну все, кто живет в Москве, те знают и в Москве, и в Московской области, что это такое. Ну это как наземное метро. Ну или электричка, скажем так. И из перемещения как раз-таки из Московской области в Москву или по Москве я часто пользуюсь вот этим МЦД. Почему? Потому что, ну грубо говоря, вам там надо проехать 30 километров. И, конечно, на велосипеде, ну не всегда по Москве, это удобно, чтобы проехать там 30-ку. Потому что магистрали скоростные, и иногда проще запрыгнуть в этом МЦДшку, засунуть туда велосипед и проехать там остановок 5-10, и выйти уже поближе к тому месту, куда вам надо. А я стараюсь часто пользоваться велосипедом. Кстати, вот смотрите, остановка. Ну я говорю, тут образцово-показательное, значит, райончик такой. Видите, с остановкой сразу же в форме велосипеда. Это такие парковочные места под велик. То есть если вдруг вы подъехали сюда, бросили велосипед. На метро у нас нельзя провозить велосипед, если вы не знали. Ты приехал, подъехал в метро, вот так на велосипеде. В метро нельзя с велосипедом, который может ехать. А если вы снимете колесо отсюда, если вы снимете колесо и повернете в бок руль, то уже можно. То есть велосипед в складном виде или в разобранном виде, то есть оторвал от него колесо, это уже считается разобранным видом. Вас тогда пустят, а целиком не пустят. Поэтому на метро я бы с удовольствием перемещался с велосипедом, раз подъехал, зашел в вагон. Вот, еще если бы специально оборудованные места были под велосипеды, было бы круто, но этого нет. Поэтому только МЦД. На МЦД можно с велосипедом. И там есть в начале вагонов и в конце вагонов места для велосипедистов. И такие парковочки. Но я, честно говоря, не понимаю, кто их разрабатывал. Явно не велосипедист это все разрабатывал. Потому что на весь вот этот поезд, состоящий то ли из 7 вагонов, то ли из 11. Они хотели, по-моему, расширять количество вагонов. Вот представьте, на все это количество людей всего в начале 3 парковочных места под велосипеды. В конце 3. То есть всего вы можете впихнуть в поезд всего 6 велосипедов. И очень часто, когда я еду там, ну, в какой-нибудь час пик с велосипедом, то там набросано огромное количество велосипедов, потому что, ну, просто не хватает мест. Я не понимаю, кто создавал вот эти вот вагоны и места под велосипеды, потому что их очень мало. На то количество людей, которые едут, на то количество велосипедистов. Нас, нас, велосипедистов, мало, но мы есть. Понимаете? Но мы есть. Но нас не настолько мало, что только 6 велосипедов запихнуть в вагон, в поезд на тысячу мест. Понимаете? Конечно, это все надо расширять. Это все надо расширять, количество мест под велосипеды увеличивать, чтобы это было удобно. И не только в начале и в конце поезда. Ну, в начале, в середине, там где-то. Ну, хотя бы несколько вагонов. Ну, хотя бы на 15 велосипедов. Хотя бы. На 20, но не на 6. Вот, смотрите. У нас, значит, мы вот так с вами подъезжаем. Ставим вот так велосипед. Оп. Очень все просто. Парковочка. Парковка для вас. Велосипеды. Наши Подмосковья. Правительство Московской области. И бюро пропусков. И я. Вот так. Ребята, ну вот это вот как бы правильно, да, парковка. Вообще, любое общественное место должно быть оборудовано велопарковкой. Ребят, ну и все. Вот я прошел 500 метров от здания администрации. И здесь уже никакой велодорожки нет. И я предполагаю, что и не будет. Хотя у нас идет рядом Ашан и Леруа Мерлен. А это места скопления людей. И я считаю, что те места, которые созданы для огромного количества людей, ну как супермаркеты, обязательно к ним должны везти какие-то велодорожки, чтобы люди могли использовать не транспорт свой, да, там, личный, а могли пользоваться велосипедами. Для меня велосипед это не просто игрушка выходного дня. Это средство передвижения, от которого я получаю удовольствие и кайф. Это не просто бездушная машина, которая может меня доставить из пункта А в пункт Б. Я отношусь к велосипеду, как бегун относится к своим кроссовкам, теннисист к ракетке, а фотограф к фотоаппарату. Регулярное использование велосипедов – это прежде всего опыт, который я получаю от езды. И часто этот опыт граничит с вызовами, которые я себе делаю. Пора ехать сегодня 30 километров или стоять в пробке на автомобиле. Сжечь 1000 калорий или просидеть 2 часа в кресле. И да, возможно, тому, кто катается, 30 километров не покажется каким-то большим расстоянием. Но 30 километров по городу и 30 километров по треку какому-нибудь или загородной трассе – это совсем разные вещи. Конечно, ребята, неоспоримый факт, что в Москве парки последние 10 лет очень сильно преобразились. И, конечно, конечно, когда мы говорим о велодорожках, и когда в Москве говорят о велодорожках, естественно, берут в счет велодорожки, которые находятся в парках. Я, кстати, сейчас в Лефорфорском парке, и здесь нет велодорожек, но они здесь и не нужны. Это небольшой парк, здесь круг около 2,5 километров. Ну, конечно, вы можете кататься, но, опять же, мы должны разделять велодорожки, парковские велодорожки от велодорожек, которые мы подразумеваем, когда говорим о велодорожках для перемещения по городу. Понимаете, это не одно и то же. Велодорожки в парках – это, ну, скажем, в большей степени погулять, кайфануть, расслабиться, на велосипеде покататься. Ну, у меня вопрос. А для того, чтобы добраться до парка, чем вы будете пользоваться? Какой велодорожкой? У нас, к сожалению, эти вещи не предусмотрены. Я говорю конкретно сейчас о Москве, но это, в принципе, и во многих крупных городах России наблюдается. Да, мы преобразуем парки, да, мы преобразуем, мы делаем какие-то велодорожки внутри микрорайонов, но это все внутри. Если мы хотим заставить город перемещаться на велосипедах, нам нужно соединять районы между собой. Нам нужно делать так, чтобы велодорожки соединяли микрорайон, к примеру, с основными точками, куда ездят люди. Значит, соединение микрорайона, к примеру, с супермаркетом. Соединение микрорайона какого-то с другими микрорайонами, куда люди могут ездить, перемещаться на работы, на какие-то. Соединение микрорайонов с городским транспортом. К примеру, если я живу в одном микрорайоне, велодорожки должны везти к точкам метро или метро, наземного метро, МЦД. Есть это сейчас? Нет. Этого сейчас нет. Таким образом, вариант того, что большинство людей будут использовать велосипеды для повседневного перемещения, он отпадает. Также следующий очень важный момент. У нас говорим холодно, холодно. Во многих странах холодных используют отапливаемые остановки. В той же Эстонии есть отапливаемые остановки. Если вы на велосипеде, к примеру, добрались до чего-то, или вам холодно, вы можете тормознуться на остановке, отогреться или подождать транспорт какой-то городской и прыгнуть туда. Да и возьмите доставщиков. Они круглогодично используют велосипеды. Круглогодично. Поэтому говорить о том, что велосипед это не круглогодичный вид транспорта, это неправильно. Его можно использовать тогда, когда хочется. Представьте, пересадить полгорода. Какие полгорода? 20%, пятую часть всех тех, кто использует автомобили, пересадить на велосипеды. Это же круто было бы. Вот, к примеру, у меня бизнес-центр. В моем бизнес-центре я не видел еще ни одного человека, работающего в бизнес-центре, кто приехал бы на велосипеде. Ни одного не знаю. Да возьмите всех студентов. Почему студенты не катаются на велосипедах? Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok